Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ведем наш рассказ из усадьбы Виктора Борисова Мусатова. В эти дни полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы на одном из объектов культурного наследия, двухэтажном доме. Напомним, что дом Мусатовых сначала был одноэтажным, а примерно в 1890-91 годах он стал настраиваться вторым этажом и был обложен красным кирпичом. Сама семья переселилась в отстроенный флигель в глубине двора, а комнаты двухэтажного дома Евдокии Гавриловны Мусатова, матушка знаменитого художника, стал сдавать жильцам, и это было очень востребовано. Сейчас идут ремонтно-реставрационные работы, и неудивительно, что старый дом нам дарит свои находки и, соответственно, рассказывает собственные истории. Так, при разборе завала второго этажа была найдена вот такая визитная карточка. Давайте же посмотрим на этот любопытный исторический документ. Перед нами визитка торгового дома Андрей Степанов и сын. Андрей Лаврентьевич Степанов был купцом и занимался производством очень популярной, знаменитой в XIX столетии сорпиночной ткани. Сам он был поселенцем села Голый Карамыш Камышинского уезда, и первоначально свое дело он открыл вместе с еще одной известной фамилией, с Андреем Бендером. Чуть позже, в 1895 году, Андрей Лаврентьевич Степанов выделился и открыл собственный торговый дом, а его фабрика по производству сорпиночной ткани находилась на улице Тулупной. На карточке написано, что торговый дом, магазин был в доме на улице Никольской, напротив музея. И, конечно же, это напротив нашего Радищевского музея. А этот дом на пересечении улиц Никольской и Царицынской, сейчас это улицы Радищево и Первомайское, нам хорошо известен. Мы все его знаем как здание городской администрации и часто называем домом-сольвом по известному архитектурному декору, который появился на этом здании уже в начале 20-го столетия. Андрей же Степанов открыл свое представительство еще и в Одессе, также в центре города, на улице Решильевской, Синь. В 1902 году Андрей Бендер, видимо, выкупил эти магазины, и с этого момента вывеска на доме уже была из торгового дома Андрея Бендера. Зачем нам нужны эти подробности? Таким образом, мы можем установить примерную дату вот этого найденного документа, 1895, начало работы торгового дома Андрей Степанов и сын, и 1902, когда все это было закончено. Удивительно, но сарпинка очень популярная в то время ткань, она пользовалась невероятным спросом. Это были самые разнообразные ткани, очень похожие на ситец. И чаще всего это была расцветка и клетчатый орнамент, иногда и лилового цвета, иногда в желтую клеточку. И если мы с вами вспомним то, что владелец дома Виктор Мусатов очень активно в это время занимался подбором материалов для своих картин. Он шил платье, в том числе и на заказ в лучших отелье нашего города, то неудивительно, что в доме нашлась такая визитка. На ее обороте здесь мы можем прочитать запись взрослой рукой. Четыре трико, 90. А потом уже детская рука тщательно выводит имена Юля, Тамара. Остается только догадываться, кому же принадлежали эти надписи. Владельцам ли дома или, может быть, тем жильцам, которым были сданы эти комнаты. Но это мы можем узнать, если захотим. Сама же карточка требует реставрации, и мы очень надеемся, что она войдет в будущую экспозицию музея. На рубеже 19-20 столетий Виктор Борисов Мусатов, который одновременно со своими занятиями живописью еще и является домовладельцем собственной усадьбы, иной раз занимается проблемами жильцов, дает объявления о съеме квартир и так далее. Но, конечно же, он плодотворно работает. Он творит мир собственных полотен, много фотографирует, фотографирует собственных натурщиц, переодевая их в интересные, красивые, созданные для этого костюмы. И если первые из них шили его мама и сестренки, то потом, судя по переписке, он заказывал эти платья в лучших ателье города. И вот одно из них очень хорошо известное, часто встречается на его фотоэтюде, и полотнах. Это платье а-ля вато с таким характерным шлейфом, но оно в клеточку сиреневого оттенка с желтыми полосочками. И поэтому, найдя вот этот замечательный артефакт, мы предположили, что вполне возможно Виктор Борисов Мусатов заказывал ткань для своих платьев, для своих костюмов, костюмов своих моделей именно в торговом доме Андрея Степанова и сын, который торговал вот этой очень популярной тканью сарпинка. Мы видим одно такое, один фотоэтюд, где натурщица Юлия Домбровская как раз-таки сидит в этом клетчатом платье. А вот цветное изображение этой ткани, лилового оттенка, с желтой клеточкой, мы очень хорошо можем увидеть на прекрасном, известном произведении мастера эта работа за вышиванием, где ему позирует его сестра Елена. Художник при помощи своей волшебной кисти создает волшебный, красивый, трогательный, романтичный образ молодой девушки, которая занимается извечным женским рукоделием, вышиванием.